Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видео по купочке новой масти американского пейнтхорса. Так что устраиваемся поудобнее или же седлаем своих коней и... поехали! День рождения продолжается и... несколько недель назад нам завезли новую масть пейнтхорса. Я обязалась самой себе, что я обязательно куплю ее, лишь по той причине, что у меня на конюшне, на удивление, есть всего лишь один пейнтхорс, и это западная вот эта вот лошадка. Ну и, конечно же, лаверна, магический пейнтхорс Хэллоуина. Но больше никаких масти у меня нет, хотя мне многие из них нравятся. Ну и тут просто невозможно устоять перед такой красивой, саловой, пегой, голубоглазовой, розово-носой, лапушкой. Анимация пейнтхорса мне не всегда нравилась, причем абсолютно вся. Шаг, рысь, манежный, голубь, быстрый голубь, ну и более быстрый голубь, ну а также специальная анимация, хотя вот ей я пользуюсь очень-очень редко. Ох, я опять хочу, чтобы у меня пейнтхорс была кобылка, но я не могу не видеть здесь, в этой милой милашке кобылку. Посмотрим гриву, у нее красивая двухцветная грива, нежных бежевых, ну салово-бежевых оттеночков. Значит, у нас есть обычная грива, заплетенная грива, заплетенный с косичкой хвост, и есть точно такая же прическа, но хвост не заплетен. Я думаю над этой прической, но все равно давайте посмотрим все стрижки до конца. Корешка, очень жалко, что эта корешечка очень неаккуратная, какая-то обдерганная, обкусанная, было бы поровнее более одинаковой длины, вообще было бы замечательно. Потому что пейнтхорсов сейчас в ССО очень любят брать на выистку, ну и на конкурс. Но на выистке я вижу их очень часто. Шишечки. Та самая альтернатива, которая делает из пейнтхорса красивую спортивную лошадь. Да, так как нет нормальной корешки. Или же ракес, но к нему чуть попозже. Единственный минус, что косичка на хвосте. Меня лично эта косичка не смущает, у меня мой нынешний пейнтхорс как с этой прической выступает на кроссе. Но нет, для вот этой лошади я хочу другую прическу. Может быть косички? Ну вообще странно, почему косички и опять же заплетенный хвост? Почему нельзя сделать вариацию как с вот этой стрижкой? Что есть вариация, где хвост с косой и вариация, где хвост без косы. Это было бы идеально, а лучше бы вообще отдельный выбор хвоста. Ну и тот самый тоже ракес. Очень интересно смотрятся вот эти вот разноцветные пряди на ее шее. Ну типа зимой такая красотка. Да, я посмотрела и решила, что точно хочу вот эту стрижечку ей. Вот эту прическу с косичкой, но при этом с ровным хвостом. Смотрите, у нее на ноге вот тут сердечко. Я только сейчас обратила внимание. Только на этой ноге? Да, вот у нее только на задней правой ножке, на суставчике, внизу сердечко нарисовано. О, это послание от разработчиков. Большое спасибо. Это, кстати, не единственное сердечко. На Юрвике есть еще нарисованное на песке. И тоже в некоторых мастях лошадей скрыты сердца. Так, ну что ж, я перезашла. И мало того, что я перезашла, так я еще и имя моментально сходу выбрала. Вначале я хотела назвать ее просто Эмбер. Но не как какое-то слово янтарное, а имя Эмбер. Просто чтобы похоже было. Но потом я подумала, Эмбер это янтарный, янтарный, и я думаю, янтарный мед. Да, не важно, что она кобылка, она будет янтарный мед, но как бы ласково она Эмбер. Медовая Эмбер. Почему бы нет? Ой, мне так нравится теперь давать лошадям свои личные какие-то клички, когда я их покупаю. Так, ну что ж, проверяем. Так, взрослая все-таки. Кобыла. Эмбер Ханей. 869СК. Хвост тот. Все на месте. Так, покупаем лошадь. Какая она красивая. Я не могу... Я просто... Она... Боже, очень нежная. Очень нежная, очень красивая. Отправить в конюшню, конечно же. Так, и я отправляюсь обратно. Так, стоп, я не там живу. Я не там живу. Просто последние несколько... Дней. Скажем так, даже неделю. Я чаще всего каталась на другом аккаунте. И он живет в Морлэнде. Поэтому я привыкла, что мой дом находится там. И Эмбер Ханей. Медовая Эмбер. Какая она милашка. Но единственное, мне кажется, мой персонаж вообще не подходит под стилью с Эмбер. Надо бы, может быть, быстренько переделаться. А может быть, и нет. Так. Мы сразу делаем уход, чтобы наша лошадь могла скакать более быстрым галопом. Галопом. Да, быстрый галоп и более быстрый галоп. Иначе мы будем только обычным скакать. Ну, кстати, это очень хорошо. То есть сразу после покупки вас как бы подталкивают, что вы должны поухаживать за своей лошадью. Так, повышаем уровень. Ой, какая ты классная. Какая красотка. И мы тебе должны купить недоуздок. Я не помню. У меня, по-моему, что-то у меня оставалось. Так, это от Липецана. Это от Пасафина. Это от Северошведа. Но, знаешь, пожалуй, пока что я этот недоуздок оставлю тебе. Тебе очень подходит голубой. Он так сочетается с твоим цветом глаз. Да. У тебя будет голубой недоуздок. Ой, ну красивая какая. Просто такая нежность. У меня очень редко бывает на конюшне такие прям нежные лошади. Я думаю, их прям по пальцам можно пересчитать. И давай мы тебе подберем какой-то стиль. Я вначале его найду тебе. А потом, так и быть, отталкиваться буду уже от него. Ну, хотя... Может быть и нет, я не знаю. Хотя нет, пожалуй, смотрится. Мне нравится. Пока что покататься. Тем более комплект этот редко я ношу. Можно. Еще вот такую кофту. Где мои штаны? Ищем, ищем штанишки. Так, а штанишки я надену... Давай вот эти сапожки. Какие? Какие сапожки надеть-то? А, у меня еще тут сапоги есть текающего цвета. Но... О, давай вот эти. Перчатки мы так обытья ставим черные. И... И-и-и-и-и. Я слишком люблю эту соломенную шляпу. А-ля. Ну, нельзя же ее постоянно везде и всюду надевать. А хотя нет. Я думаю, можно. Я думаю, можно. Мы готовы. Мы можем еще взять сидельную сумку. Но сейчас, ребята, брать сидельную сумку и вообще как-то лазить в шкафу стало очень опасно. Меня, к примеру, всегда выкидывают из игры, когда я нажимаю вторую вкладку питомцев именно в конюшне. Это очень странно, это пугает, но сам факт он есть. О, у нас есть пасхальное! Пасхальные украшения! Вам пасхальные яйца и цветочки! Прямо идеально! Ну и мои темные волосы, я думаю, сильно выбиваются из образа. Поэтому давайте посмотрим, что-нибудь еще есть. Я очень давно не ходила с белыми волосами так, чтобы постоянно. Но у меня какие-то светлые волосы короткие, правда, были. Да, у меня есть коротенькие. Есть еще вот такие вот. Ну, кстати, мне вот очень сильно он понравился. Хотя у меня... А, смотрите, у меня две прически, они разные оттенков. Так, все, больше говорится не будем. Макияж. Макияж, я не знаю, менять, не менять. Вроде бы меня мой нынешний устраивает. Вампир можно сделать. О, вот такой вот пусть будет. И все, персонаж совершенно стал другим, уже не узнать. Я влюбилась в нее с первых спойлеров. И не зря, и не даром. Просто... Просто красотулечка. Пока что мы медленные. Первого... Второго уровня, извините. Так. Так как покупка моего предыдущего пейнтхорса, я даже не помню, когда была и как вообще происходило. Сейчас немножечко обзорчик. Вот такой вот у нас шаг у пейнтхорса. Хвост вроде бы сейчас смотрится нормально. Но когда вот в стоящем положении, мне кажется, он слишком заниженный. Видимо, он действительно поломан до сих пор. Потом рысь. В старстейбл пейнтхорса очень часто берут на выездку. Я когда ходила на соревнования, и если данную породу допускали к участию, то большинство, кроме вот бельгийцев, брали либо арабов, либо пейнтхорсов. Но согласитесь, рысь у них очень красивая, как и все остальные аллюры. И телосложение достаточно спортивное. Дальше у нас манежный. Такой вот более вестернский он, правда. Но все равно красивый. Потом голоп. О, голоп мне здесь нравится. И более быстрый голоп. Уже не успеваю поворачивать камеру. И вообще, самый быстрый карьер. Остановка. Чисто вестернская. Садимся на попу и скользи. Быстрое осаживание. Специальная анимация на пробел пока недоступна, к сожалению. Свеча. Ой, ну просто красота. Давай еще раз свечку. И как финалочка, давайте посмотрим прыжочек, я думаю. И вот такой у нас прыжок. Так что очень милая, красивая лошадь. Если вы еще ее не купили, но задумывайтесь о покупке данной лошади, я вам советую ее приобретению. И несмотря на то, что пейнтхорсы одна из самых популярных лошадей на Юрике. Она у нас, по крайней мере, среди игроков. Но все равно масть очень нежная и необычная. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое, что посмотрели данную покупку. Я очень рада, что купила ее. Правда, ради этой красотки, которая мне очень сильно нравится. Я безумно довольна, ни капельки не жалею. Я прям очень рада, что у меня появился наконец-то еще один пейнтхорс. Мне пришлось нарушить одно свое важное правило. Не покупать новую лошадь, пока не докачала предыдущую. Ну а дарт мускепони у меня только 10 уровня. Так что пришлось вот так вот, да, нарушать. И данное правило еще не будет касаться двух магиков. На этом все. И мы с Медовой Эмбер с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Боже, какая ты красивая. Я прям не могу. Просто сама нежность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова